приветик всем ребятки я пришла домой делала очень большие там дела по городу гоняла с справками с документами пришла и понимаю что надо что-то готовить потому что я уже вот когда готовила плов и борщ и так в принципе мы ничего не готовили потому что то салат со свежих огурчиков то салат со свежей капусты ну в общем вот так вот как-то перебивались и думаю завтра на работу витя придет с утра а борщ есть там немножечко ну плова немножечко в общем суть в том что надо чего-нибудь приготовить и я вспомнила что у меня дома был кефир я его чуть-чуть довела до такого летнего состояния тепленького буду делать я пирожки с капустой капуста у меня натушена уже было давно просто сделала из квашеной капусты вместе со со свежей я так протушила и там у меня был фаршик в общем добавила немножко фаршика и будем делать пирожки на сковородке не в духовке не дрожжевые то есть обычные пирожочки для этого значит надо два яйца достать ребят яйца заготовила для пасхи до пасхи в общем мы уже с яйцами планы на пасху грандиозные на следующей неделе будет закупка всего всего и пойдем на природу на природу да с гитарой да с друзьями и будет великолепно погода нам совсем не угроза совсем мы на это не будем обращать внимание есть такое место где можно будет от немножечко соли и пол чайной ложечки сахара ребят я отойду буквально пол ложечки чтобы все-таки соблюсти такую консистенцию муки понятно это будет мало но сейчас по ходу дела будем добавлять добавим мы с вами где моя лопатка будем вымешивать лопаткой сначала потом руками добавим сейчас мы кефирчик вот и пока будет тесто готовится у меня все отварено на винегрет будем делать еще с вами винегрет почему-то я так хочу чтобы сделать мне яйцо добавлю одно целое и хочу я убрать желток вернее белок отделю а желточек добавлю сюда это такое слышала что когда два желточка вот так а белочек мы употребим в другом месте хочется мне вот так сделать потом в это тесто я добавлю ложку такую хорошую сливок чтобы тесто у меня было и не совсем кефирное но не совсем дрожжевое оно будет хорошо подходить будет мягким и нежным сейчас я добавлю размещаю хорошо яйцо красивая такая желтая масса получается у меня завтра встречусь со своей сотрудницей она мне подарит новый цветок мне домой будем с вами рассуждать что это за цветок и и радоваться правда все я вбила яйцо хорошо и теперь мы добавим сметану сливку сливка ребят сливка я думаю вот этого как раз здесь на дне у меня сливочки она вся у нас и уйдет будет у нас такое мягенькое нежное тесто сейчас нежно замешаем и будут у нас пирожочки будет она отдыхать минут двадцать у нас поставлю его отдельно пока она будет отдыхать я успею накрошить винегретику вот а теперь когда уже я вмешала сливку в тесто добавляем еще муки и соды но уксус я добавлять не буду потому что здесь у меня кисломолочные продукты и сода сама по себе загасится и добавляем немножечко подсолнечного масла чтобы тесто было эластичнее где-то на полторы столовых ложки так на глаз если меряем все сейчас замешаем и отправим отдыхать а потом когда я закончу с салатом сформируем пирожочки нажарим я думаю на сегодня будет достаточно когда ложка уже не справляется мы идем вход со своими руками а что делать такая судьба тесто любит воздух будем сейчас давать ему воздуху взмешивание перемешивание и так далее все добавляем еще немножечко муки здесь уже по вот так вот судя по рецепту ушло грамм если у меня мерная чашечка это на на 250 на 450 грамм я думаю так где-то уже и ушло муки все я иду вручную в рукопашную пошла пошла за счет сметаны она очень нежная за счет сливок я все забываю что это у меня сливки людмила на продукция меня вручает я снова сделала закупку молочки брынзочка чудовая творог тоже сливка тоже ну а молоко хлебушек получается безупречно хорошо когда есть хорошие хозяева которые делают хорошую молочную продукцию это очень здорово мало муки ребята мало сметанка делает свое она же жиленькая у нас ну я опять сказала сметанка ну вы на это не обращайте пожалуйста внимания договорились не обращайте сливка сметанка сливка сливка была сливка все вот так я думаю будет достаточно мы сейчас ему на отдых отправим потом она уже когда все от рук отстает это хорошо сегодня тепло но ветерок такой скажем хоть он и не очень холодный но какой-то рисковатый днем был небольшой дождик сейчас мне надо чуть-чуть смочить маслечком руку и уплотнить его вот так вот воздухом воздухом насытить насытить поиграть поиграть видите она уже полностью отстает нету тесточка на руках отлипает отстает надо такого слова нет отлипает правда вот все тесточка отдыхай а мы потом тебе вернемся чтобы на него упало все дежурная пряпочка для теста тесто ушло отдыхать вот а мы тем временем соду убираем это пока убираем муку протираем и будем производить ну как я сказала могу производить на риску овощей вот так все ручки помыли досточку достали отваренные овощи достали лучок вот это моя начинка тоже пока в сторону вот и мисочка для винегрета все сделаем винегрет давайте я сейчас выключусь сейчас вот морковочку дорежу выключусь и мы с вами встретимся тогда когда я начну разделывать пирожки процесс будем производить процесс что-то меня на язык на производственный язык потянуло производить продуктировать и так далее что милю не знаю но что-то же говорю правда я никогда не молчу ребят надо говорить но я не говорю что прям я совсем ерунду говорю правда где-то говорю такое что кому-то интересно кому-то нет главное что мне хорошо когда я с вами общаюсь хочу снова увидеть ваши комментарии улыбки позитив радость сегодня день пролетел настолько быстро пока поделала все нужные дела по документации побегать пришлось поездить пришлось и поэтому ушла я из дома где-то в районе полдвенадцатого наверное а пришла почти в пол шестого и когда вот идет такая усталость знаете как скажем наша бумажная страна страна нас доводит до легкой истерики как-то приходишь домой и понимаешь что надо чем-то заняться чтобы не падать в уныние не попадать в какие-то скажем так перепады настроения сам себя успокаиваешь не все нормально все получилось все сбылось но нервы скажем так пошатнулись да как мне в пенсионном фонде сказала девочка не переживайте еще никому так не досталось легко пенсия все нервничают все психует кругом не доделки не допи не дописали не додумали не доделали ну в общем вот так ну ничего главное что мы вынызнем мы не унываем все ребятки выключились тут у нас значит овощи будет нарезочка свеклы квашеные огурчики картошка и зеленый лучок заправим маслом будет вот такие на винегрет я вас найду вы же помните правда все я закончила винегрет делать на сегодня сейчас не сегодня сейчас сегодня уже было будем заниматься пирожками я чуть-чуть хочу смазать свою скалочку мукой чтобы чуть-чуть чтобы она не так прилипала совсем немножечко в принципе нас будем разделывать тесто на масле сейчас мы вот таким образом смажем стол выложим тесточка он очень пушистая получилась мягонькая все его сторону и будем разделывать пирожочки мягонькие должны быть они у нас и холесые пирожки с капустой порционно порежем тесто сформируем шарики пускай отдохнут еще наполнится воздухом сковородка у меня уже включена масло еще не добавлял дети на улице боже что творится свистят пищат радуется что можно погулять может слышно в камеру даже не знаю капусту попробовала вкусная кисло сладенькая такая она уже в кислая с квашеная перемешку с со свежей поэтому все намотаем вот таких вот коржиков потом заполним их капусткой и слепим убавляю немножечко жар я тоненько раскатываю чтобы было побольше начинки можно положить и будем завтра с пирогами на працю возьму себе пару-тройку пирожков на працю бачте я половина по украински половина по русски с вами разговариваю все масло льем скажем так нежиденько пускай не обжариваются я убавлю сейчас еще чтобы они сразу не схватились и накладем фаршик и потом заклеим будут пирожки винегрет попробовала славный винегретик получился прям хороший вкусненький я кстати в винегрет немножечко всегда добавляю сахара буквально на кончике чайной ложки если вдруг свекла попадается такая знаете ну вот не особо сладкая то этот сахар совершенно не помешает все формируем пирожочки быстренько 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 и на сковороду масло надо руки чуть-чуть помогу себе помоги себе сам называется помогу и я вот так быстро 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 вылезла кусочек морковки что ли мы ее запрячем морковка сиди дома тишина такая в доме степан как всегда дремает а я одна тут копошусь копошусь на кухне тишина все выключено потому что фон фон идет мне хватило на новый год когда я морковка сильно торчит включила фон помните когда на стол сервировали я говорю витя сделай фончик какой нибудь ага витя сделал так горит все мы чуть-чуть сделаем плоским я вот такие хочу чтобы они были поплосковатее о шквается шкватить шкватить пирожочки с капустой пирожочки все первая сковородочка пошла честно была бы музыка я вам напела но музыки нет поэтому я леплю себе молочки да и леплю и еще один как нибудь уложим уложим думаю что уложим вот вот сковородку специально взяла большенькую чтобы вместилось побольше вместилось у меня три шесть семь штучек все выключусь снова выключусь и снова найду ку-ку 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 все я наконец то закончила правда еще посуда не перемыта все пережарила пирожки вот это готовый винегрет цвета какие красивые правда красивые цвета сочная горошка я не добавляла он и так насыщенный вкусный вы знаете горошек не всегда хочется добавлять винегрет может быть это мое сугубо мое мнение но вот чего-то мне не захотелось сегодня добавили горошку добавлять и поэтому вот он получился такой пирожки вот такие славные получились вот капусточки много поджаренные со всех сторон тесто мягкое не жирное хорошие они полежали на салфеточке лишний жирок с них стек так хочется положить вот так и будем угощать Витю завтра с утра он придет покушает я на работу возьму немножко салата немножко пирожков что пойдем поищем Степу в тишине тишина тишина где-то мой Степан спыть Степа странно Степана нет куда же ага вон он в уголочке укромном спит дитя вот там на коврике в прихожей Степа тебе что негде лечь Степашка вот так он лежит дремает хе-хе-хе-хе как будто бы негде больше лечь Степа кстати батареи выключили он перешел спать к нам Витя говорит Лена всю ночь спал уютненько в ногах грел нас вот на улице такой хороший светлый денек солнечный ветра нет на вечер прекратился легкая дымка где-то там идет за селом что-то кто-то жжет так все ребятки до завтра завтра приду с работы и что-нибудь будем снимать с вами все пока до новых встреч подписывайтесь к нам на канал ставьте лайки пишите комментарии всегда ваша Лена Витя и погода в доме все пока до встречи ребят это еще не все я ведь закончила но оно у меня еще было в духовке думаю ладно уже испечется я еще раз дублик сделаю при плюсу и в общем тесто осталось у меня а так как оно сделано на кефире и на сметане оно получилось почти таким скажем так и не дрожжевое оно и не кефирное оно какое-то ну как сказать пикантное не знаю за счет этой самой сливок оно такое получилось десертное что ли мягкое очень нежное и поэтому я решила сделать натерла три яблока и порезала один апельсин вот выложила на вот такой вот судочек красивый смазала маслечком его и значит испекла вот такой еще один значит шедеврик думаю с яблочками и с апельсинчиком он будет довольно таки вкусным вот он видите мягкий такой совершенно давайте мы его попробуем разрезать как же мне его так разрезать не хочется мне руку менять камеру чтобы держать сейчас попытаюсь его кусочек разрезать и показать что оно там получилось главное дорезать и поднять вот так вот так вот так о все получилось ура получилось видите как неудобно вот все видно яблочки видно этот самый апельсинчик о вот так красивенько смазала яйцом помните обелочек у меня остался я добавила туда сахарку и водички и смазала все получилось вот такое оно как же его назвать это тесто даже не знаю сейчас мы его назовем как то ну наверное оно было бы песочное там был бы маргарин но так как здесь сливки то оно получилось десертным не знаю я его название сама же знаете вот лепила лепила и слепила все вон он такой много яблок три больших яблока у меня была семеринка и один апельсинчик все ну теперь на данном моменте я уже точно заканчиваю все и пришел степочка пришла моя дытынка у меня даже тряпочка упала пришла моя дытынка ко мне да степочка скажи привет народ он не отворачивается степ совсем не хочешь на меня посмотреть степочка мальчик вот такие потягушки ну давай потягушки ты кушать пошла дытынка моя ты пошла кушать а мальчик мой ой ой мур вот так мур мальчик ты мур иди посмотри телевизор иди что то ты полнеешь степан как и я прям да полнеешь степочка да ладно прям дергает шкуры не нравится тебе да тёп тебе не нравится что я тебя туда посадила а степочка степочка ты будешь прыгать на холодильник мм нет ну и ладно ну давай прыгай я посмотрю как ты прыгаешь давай шо там шо то увидел шо там мушка тёп там мушка нет там никого нету чистота там о все прыгну пошел себе во своясь там за цветком он там сидит о да степашечка ты там сидишь малыш ты мамин хлопчик мамин хлопчик ну сиди все пошла я монтировать плюсовать все ребятки ну теперь на этом точно все пока 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 пока